всем привет очередная часть про ремонт как вы помните из прошлой серии у нас развалился подшипник левого редуктора переднего сейчас бросим посмотрим поменяем задним заменим колодки и скорее всего рулю и наконечники поперечной тяги поехали так подвесили желтопузо поставили на крайний случай подставочки чтобы он не упал бросить колеса брали тормозной суппорт сейчас до конца откручу кронштейн и сбросим диск дальше по ходу веса разберемся конечники поэтому их и либо поменяем либо подтянем они такие если подтянуть не получится то заменим в остальном пока все идет своим чередом браться до нужного подшипника нам надо располовинить редуктор но перед этим надо слить из него масло иначе на все вылится и так корпус крышку открутили дальше он сам почти слазит но если не слазит чуть-чуть туда вот куда-нибудь через деревяшечку подстукнуть и и он сойдет сейчас покажем что там внутри вот собственно и причина всего всей нашей головной боли вот здесь подшипник стоит собственно вот от него что осталось ну и да было верным решение выкрутить хабы для того чтобы не передавалось вращение на полуось и снять кардан потому что нам нужна была пониженная передача а пониженная передача на уазике без подключения переднего привода не включается и многие переделывают вилку убирает оттуда стопраный шарик но опасность в том что если убирать этот заводской блок то пониженная не до включается до конца и разбивает шестерни поэтому так лучше наверно не делать ну либо делать но полностью переделывать туда раздатку ставить туда синхронизаторы и делать так чтобы передний мост подключался более прогрессивно скажем так что дефектовка окончена мы оказались правы подшипник на выброс главное что седло не разбито все хорошо поехали за запчастями и так остатки подшипника ролики все железки все отсюда вытаскиваем выкидываем дабы она там нам больше тут ничего не повредила хорошенечко прочищаем корпус крышку тоже все вымоем вот они все частицы размолоты на дури все таки у нас теперь навалом все и все ставим на место ну да развалилась развалились оба подшипника этот который роликовый держит концевик этот который держит собственно сам вал вот он но и владимир порекомендовал разобрать второй редуктор чтобы проверить там на надежность так что фронт работ есть а это уже неплохо так потенциально проблемка вот этот подшипник который тоже развалился он похоже вставляется изнутри вот она обоим от него осталось надо будет вот сбросить кулак потому что отсюда вот он не хочет залазить здесь вот упор стоит ничего нос не вешаем надо значит будем разбирать ну что кулак мы сбросили но и хорошо что сбросили потому что весь подшипник вот он здесь вот он здесь а здесь какая система смотрите я такого шуруса не видал никогда офигенская тема без шариков без ничего ну то что он здесь такой ржавенький просто стоял у меня хотя почему ржавенький тоже конечно вопрос сейчас сюда потом смазочку заложим тут видимо водичка было все таки хотя интересно откуда она откуда с набивки откуда вот так так что чистим запрессовываем и ставим обратно погнали ну собственно и хорошо что я все разобрал подшипник поставил на место новый тут конечно запчастей было огромная гора сейчас немножко смазки что положим и тольчик и поставим обратно на место так вот какая штука друзья подшипник на валу бит немножко гулять сейчас попробуем посадочное место немножко чуть-чуть налудить припоем так по кругу и плотно насадить для того чтобы убрать этот это биение ненужное посмотрим что получится из этого так сильно наплавить конечно не получилось но так со всех сторон по чуть-чуть и в итоге он у нас плюс-минус натягом на залезет соответственно лишний припой отсюда сковырнет и должно быть окей сейчас поставим я купил подшипник для наглядности это старый видавший виды выработка такая что такое ощущение что одного ролика не хватает но новый собственно все ролики плотненькие хорошенькие не мудрина что он так вот ходит сейчас заменим будем собирать и так все собрано готово попутно заменили шаровую фуку шаровую рулевой наконечник конечно же на поперечной тяги ну и все готово для того чтобы поставить колесо поехали что колеса на месте все на месте сейчас зальем масло накинем кардан передний и можно будет немножко попробовать все увидим ну что вот и все и все готово как всегда все успели всего за два вечера и того часов 6 наверно работы скоро покатушки ставьте лайки лайки подписывайтесь на канал будьте с нами ну и да на колокольчик нажимаем тоже чтобы не пропустить новые серии